Москву атаковали борцы с православными храмами, но у них ничего не вышло. 18 февраля 2019 года 17-18, общество Москву атаковали борцы с православными храмами, но у них ничего не вышло. Митинг против строительства православного храма в Бескудникове на севере Москвы превратился в акцию за храм после того, как на него пришли жители района. В социальных сетях запущен флешмоб под названием «Бескудниково за храм». Автор. Афанасьев Андрей. Казалось бы, каким образом небольшой экологический митинг на окраине Москвы может быть значимым политическим событием? В эпоху социальных сетей технологий гибридного информационного давления возможно и не такое. Ярким примером того, как за локальными вещами сегодня стоят серьезные политические силы, является ситуация вокруг постройки храма в московском районе Бескудниково. Круги, крайне недовольные укреплением православия в нашей стране, используют современные информационные технологии, чтобы вывести местных и не только жителей на так называемый экологический протест. Людям рассказывают о том, что чуть ли не весь парк передают в собственность церкви, территорию закатают в асфальт, деревья спилят, а вместо храма разместят чуть ли не атомный реактор. Наиболее доверчивых вводит на пикеты, как, например, в прошлый четверг. У каждой группы есть свой куратор, одного из них нам удалось заснять. В минувшее воскресенье те же силы организовали уже не пикет, а целый митинг против строительства храма, который, как обычно, ими был лукаво назван как митинг за сохранение парка. Действуют эти группы всегда по одному и тому же шаблону и в Алексеевском районе, и на Хадынке, и на Торфянке. Кстати, группа поддержки храма аборцев оттуда тоже пришла, несмотря на то, что организаторы любят рассказывать, что протестующие сплошь местные жители. Не является жителем района Юлия Галемина, муниципальный депутат района Тимирязевский и преподаватель высшей школы экономики. Убежденная сторонница либеральной идеологии решила раскачать аудиторию. Она очень обрадовалась тому, что некоторые впервые пришли на митинг. Давайте скажем спасибо Сергею Семеновичу Собянину за то, что он сделал из нас граждан и делает постоянно. Потому что все эти наезды, извините за мой русский язык, на наши парки, на нашу жизнь, на наше пространство для нашей жизни, делают из населения граждан, которые ответственно относятся к своей жизни, к жизни своего района, жизни своего города, жизни своей страны. Вот так ненавязчиво людей, оказывается, вывели уже не только против храма, но и в целом, как они говорят, за все хорошее. Борьба с православными храмами вообще является визитной карточкой нашей либеральной оппозиции. Когда кипели страсти вокруг Торфянки, наши люди со светлыми лицами даже выступили против православного храма в своей святая святых Европарламенте. Тут и Ходорковский, и Чичваркин, и многие другие. Все в едином порыве против строительства маленького храма на окраине Москвы. Что характерно, храмоборцы в Бескудникове получают доступ к общественному ресурсу. Подписи против строительства церкви собирали у метро члены Молодой гвардии Единой России, а в координационном чате, не скрываясь, трудятся резервисты молодежной палаты Бескудниковского района. Фото, телеканал Царьград. Молодогвардейцы утверждают, что их к этой деятельности привлекла депутат Мазгардумы Надежда Перфилова, видимо, стремящаяся любыми силами переизбраться на еще один срок. Фото, телеканал Царьград. Пиар у нее получился знатный, но вот только с каким знаком. Тем более, что подавляющее большинство за храм, людям просто не дают высказать свою позицию. Поэтому они пришли на митинг храмоборцев. Акция против храма довольно быстро превратилась в акцию за скорейшее начало строительства. Организаторы после этого начали распространять через дружественные СМИ информацию о том, что якобы людей на митинг свозили чуть ли не со всей Москвы. Чтобы доказать, что инициатива исходит от местных, сторонники строительства запустили в социальных сетях флешмоб с хэштегом «Бескудниково за храм». Чересчур агрессивная позиция меньшинства, выступающего против строительства храма, дала обратную реакцию. Несмотря на административный ресурс и поддержку ряда крупных СМИ, в том числе и государственных, атака храмоборцев в Бескудникове потихоньку захлебывается, столкнувшись со спокойной, но не сгибаемой волей тех, кто выступает за сохранение и развитие православного духовного наследия. Мы большинство, и всем остальным придется с этим мириться. Продолжение следует...